добрый день дорогие мои друзья мы продолжаем тему двухшовный рукав урок 3 то есть на прошлом занятии мы с вами оформили до конца и поняли как это делать видите вот с прогибом уже форма нашего рукавчика читается то что мы не можем сутюжить здесь сухой ткани мы оформляем это за счет вот этой вот линии за счет правильного оформления нужной нам линии и сейчас нам нужно достроить нижнюю часть рукавчика для этого мы делаем следующее на линии локтя с этой стороны уже откладываем те же самые полтора сантиметра потому что этот шов совпадает с этим швом вот они полтора сантиметра и теми же самыми линиями мы оформляем с вами верхнюю боковую сторону вот так да ну и вниз можно уйти прямо каким-то вот таким вот образом по линеечке но нужно рисовать все-таки какие-то овалы вот так вот так вот мы оформили и конечно в поддержку вот этому прогибчик у я оформляю точно такой же микроскопический прогиб для нижней части своего рукавчика то есть тоже 0 5 0 7 сантиметров от первой линии от главной влево уже откладываем и оформляем этот участок с прогибом четко соединяем вот эту точку с буквой l2 с локоточком очень чисто и аккуратно стараемся работать у меня толстый карандашик для того чтобы вам было видно не очень чисто может быть это получается но я все-таки надеюсь что хотя бы вам в этой в этом варианте все будет понятно и я сейчас красным цветом другим обвожу что у нас получилось в результате потому что на этом работа на самом деле не заканчивается не заканчивается почему потому что для двушовного рукавчика очень важно не только правильно его раскроить но и также правильно его выполнить затем до конца то есть его правильно нужно сметать если вы сметаете свой рукавчик неправильно если вы немножечко под под по длине переместите вот эти шовчики друг с другом да у вас получится потом косые заломы на рукавчике и он будет выглядеть плохо и вы не будете понимать почему он вам не нравится почему я очень долго не любила бурдовские вот эти рукава из журнала бурда моды потому что они все состоят в основном вот из таки они все вам даются двухшовные а двухшовный рукавчик откорректировать бывает весьма и весьма непросто если рукавчик не двухшовная классический там ты видишь уже по окату рукавчика что надо сделать а здесь ты не видишь ничего и так мы с вами видим не так красиво как мне бы хотелось но как то видим все-таки верхнюю часть рукавчика пожалуйста вот она у нас сиреневым карандашиком обведенная да вот так и нижнюю часть рукавчика которая введена красным карандашом чтобы закончить нашу работу вот сейчас мы точно будем вырезать из кальки нижнюю часть нашего рукава я бегу как можно вот так вот обвожу ее побыстрее это и здесь я уже не могу ничего экономить как говорится да никакого времени я должна вам показать что же у нас получится и вы должны с вами посмотреть что у нас получилось и так я копирую накалечку вот этот наш нижнюю часть рукавчика после этого беру ножницы и вырезаю нижнюю часть нашего рукавчика сейчас поймете для чего я это делаю вы же знаете что когда я работаю у меня постоянно идет проверка того что я сотворила потому что мало ли что возможно и арифметика иногда подведет и глазки не туда иногда посмотрят и усталость у нас бывает и спешка у нас бывает и суета поэтому лучше всего на каждом шагу осознавая это но у себя как бы контролировать проверять и поэтому это работает чудесно вот смотрите я вырезал этот рукавчик посмотрела сюда да он у меня идеально совпадает и внимание идет проверка качество моей работы в первую очередь я делаю такое действие я беру и вот этот шовчик вот эту маленькую деталь кладу вот сюда рядышком видите как я положила что я обнаруживаю в этот момент верхняя нижняя часть у меня совпадает идеально вот эта часть видите верхняя часть она у меня капельку ушла куда влево вот видите вот этот кусочек он ушел как бы влево ну и что а вот например в других методиках верхняя часть рукава уходит влево очень сильно и я не понимаю как это можно строить я такие рукава бракую для меня было бы хорошо если бы вот этот вот эта разница которая в данный момент вижу ну еще было бы меньше но получилось так как получилось это очень неплохо то есть если вот эта разница вас не напрягает если вы видите что два шва которые вы должны соединять затем в один сопрягаются замечательно друг с другом то есть они по форме похожи друг на друга да не противоречит друг другу еще раз покажу какая бы форма вот такая бы форма противоречила понимаете а вот это не противоречит то вы спокойно работаете дальше это контроль качества но и проверяем значит вот это нас устраивает а затем мы двигаем этот рукавчик вот сюда и смотрите какое идеальное совпадение у нас оказалось хотя этот прогиб и этот прогиб мы выполняли порознь до выполняли его отдельно это меня радует значит когда я сошью свой рукавчик вот видите вы уже читаете его форму она будет ровненькая красивая без всяких перекосов и чтобы наконец его побыстрее нам шить во первых вы проверяете все свои длины то есть начинайте рукавчик допустим внизу прикладываете сюда и убеждаетесь в том что здесь тоже вверх совпадает если нет надо подчищать чтобы было совпадение полное то же самое с этой длиной значит положили вниз вот здесь уравняли зажали карандашиком чуть-чуть повернули и убедились в том что вверх тоже идеально совпадает все хорошо если нет вы допустили погрешности в моделировании уже рукавчика их нужно обязательно исправить но сейчас продолжаем наш разговор значит первое в чем мы должны убедиться в том что наклоны того и того рукавчика совпадают что сопряжение линий красивая правильная хорошая и мы работаем заканчиваем нашу работу следующими вещами мы должны выбрать контрольные точки их будет всего четыре контрольных точки первое посмотрите эти швы соединяются друг с другом соединяются контрольные точки выбираются произвольно но лучше всего их располагать ближе к началу вот она контрольная точка я перечеркнула ее да и ближе к концу шва вот она контрольная точка все нарисовала дальше вы понимаете что они потом на ткани должны идеально совпасть мы с них начнем с них будем скалывать свои одна контрольная точка по этому шву разворачиваем разворачиваем хорошо и выбираем другую контрольную точку вот по этому шву все посмотрите для верхней половинки рукавчика мы с вами выбрали четыре контрольных точки первая вторая третья четвертая но условно говоря те же самые контрольные точки мы выбираем и оформляем на нижней части рукавчика смотрите здесь она у нас уже есть здесь мы ее так показываем здесь мы показываем и здесь мы показываем вот так значит на нашей выкройке еще контрольная точка еще контрольная точка еще контрольная точка и еще вот здесь контрольная точка так вот теперь дорогие мои можно считать что наш рукавчик построена окончательно и с ним можно работать дальше вы уже все поняли то есть вот так вы все проверили все вырезали и пожалуйста соединяйтесь добавляйте припуски переносите на ткань добавляйте припуски и работайте с этим рукавчиком ну по обычной нашей схеме что еще мне хочется сюда добавить под чтобы вот эта информация по такому рукавчику была у вас максимально полной и еще раз повторяю иногда ткань очень сухая а ручка с большим поворотиком то есть ручка крючок грубо говоря я называю это крючком и вам хочется вот этот поворотик усилить усилить видите вот эти точечки усилить как вы это делаете от переменами слабаемых сумма не меняется когда поворотик станет ярче когда я вот эту точку перенесу сюда например так 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 мои хорошие две секунды прежде чем продолжить я сейчас сфотографирую эту картинку чтобы было что выложить на соц сетях а то и сейчас всю испорчу так все продолжаем дальше я делаю такой усиливаю этот эффект я усиливаю эффект поворота или наклона своего рукавчика для этого я отодвинула точку продолжаем работу до отодвинула вот эту точку влево и посмотрите как выглядит сейчас у меня мой рукавчик вот так поворот стал сильнее да но тогда эту точку я на такое же расстояние тоже влево должна отодвинуть то есть нижнюю часть рукавчика я поворачиваю сильнее теперь здесь пропал прямой уголочек поэтому я понимаю что мне нужно его восстановить и можно немножечко вот так вот слегка отступить вниз и посмотрите как у меня стала выглядеть нижняя часть этого рукавчика она стала еще сильнее повернута влево то есть я решила свою задачу но если я сделала это действие со своим верхним рукавчиком я один в один должна повторить его со своим нижним рукавчиком то есть нижний рукавчик точно также нижнюю часть поворачиваем с нижней частью рукава вернее влево эту точечку переносим на такой же вправо вернее эту точечку переносим на такое же расстояние вправо удлиняем потому что удлинили соответствующий шов ей и оформляем с прямым уголочками линию низа вот так подрабатываем что-то и вот так вот мы рисуем вот эти свои вещи вот таким вот образом ну и наверное самое последнее что можно сказать в этот раз посмотрите как еще себя можно проверить можно ведь этот рукавчик он здесь по этой линии сшивается по линии заднего лакеутевого переката а впереди вот по новенькой наши вот этой выбранной сшивается и вы сшиваете это вот так вот посмотрите как вы сошьете что вы увидите здесь карандашку такой возьмем видите выгрыз такой пошел вот так и вот так вы можете почистить это то есть можете его сгладить вот таким вот образом чтобы его не было но здесь не увлекайтесь потому что у нас идет искажение форму потому что здесь пошла на самом деле пошла вот такая вот вытачка и пошло вот такое вот заужение поэтому очень увлекаться вот этим не нужно может быть даже нет смысла никакого ну так тщательно к этому подходить потому что надо быть осторожными это уже другая немножко будет ситуация потому что вот нижнюю окат рукава внизу вот такой овальный красивый он должен соответственно походить очень сильно на ту проймочку которую вас получается ну вот на этом пожалуй мы закончили наш коротенький курс по построению рука двухшовного рукавчика как итог хочется сказать следующее что вернемся немножко к началу выбирается такой рукав для сухих тканей для рукава зауженного к низу чтобы не было заломчиков в области локтя на передней половинке рукава когда их невозможно выполнить утюгом тогда их оформляют вот такой вот вытачкой видите какая вытачка у нас здесь получилась вот она рисуется то есть это то что мы выполняем утюгом на самом деле двухшовный рукав конструирование двухшовного рукава помогает эту задачу решить за счет оформления вот такой вот вот такого шва в этом месте где решается задача которую невозможно решить утюгом с утюживания то есть придание нашему рукавчику правильной формы с поворотиком ну вот ну и когда вы такие вещи шьем я вот показала вам классический базовый так сказать жакет это может быть и пальто это может быть и платье понимаете что это на примере жакета показано только а использоваться может совершенно где угодно в тех случаях когда вам нужно четкую красивую картинку иметь вашего изделия не оверсайз естественно уже да но при этом чтобы не было заломчиков но при этом ткань у вас суховатая достаточно проблемная в работе ну вот разрешите на этом закончить эту тему подписывайтесь на мой канал ставьте лайки до новых встреч всегда ваша галина коломейка